добрый день дамы и господа любители живописи сегодня мы нарисуем красивое облако даже два вида два способа как нарисовать облако сейчас мы поработаем на палитре и дальше перейдем холсту так нам понадобится светлый тон мы возьмем от белила добавим немножко многовато розового немного желтого и замешаем такой нам нужен светло-розовый цвет вот может быть что-то пусть будет такой по ходу если что-то нам не понравится подкорректирую краски нам понадобится скажу белила неаполитанская желтая светлая любая желтая розовый краплак чуть у меня сена натуральная и любой ультрамарин лучше брать ультрамарин он как бы разбили грязнее немножко нам как раз и понадобится немножко грязный цвет вот такой будет светлый оттенок сейчас замешаем темный темный это синий добавим опять же сюда розовинки и добавим с не сейчас нам нужен темный цвет чтобы проявить цвет всегда нужно добавить немного белил посмотреть что у нас получается получается вот такой фиолетовый летовый сильно давайте сделаем его немного в пользу синего лучше вот такой сиреневый поставим немного и и притушим его сиенкой чтобы получился бор буровато сероватый такой оттенок он и притушит и в то же время придаст теплоту какую-то если мы используем розовый это как бы теплый горячий цвет вот такой примерно оставим и разбили мы его еще прекрасный такой серый цвет который понадобится нам для работы могут это как бы базовые цвета которыми мы будем работать а по ходу будем корректировать либо в пользу синего в пользу красного но как-то так так все переходим на холст и начинаем работать сейчас заложим от два контрастных пятна одно будет здесь это будет как бы облако освещенное изнутри произвольно второе пятно бурым такой получился фиолетово-бурый цвет здесь уже можно помоделировать форму его как-то обозначить верхний край оставляем пожестче нижний немного списываем опять же произвольно но фантазию включать здесь у природы гораздо больше фантазии вам ее не переплюнуть и мне тоже вот такие пятна немножко помоделировать верхний край я немного моделирую здесь предположить я предположительно вот оставлю линия горизонта мало ли что взбредет в голову потом подправить здесь вот так это у нас база основы подмалевок его нужно разбить притушить мягкой кисточкой вытираю обтряпочку кисточку и темный точно так же чтобы не было жесткого мазка просто и так дальше серым цветом давайте помоделируем вот так можно всегда исправить не надо бояться подкорректировать потом где-то оставить пожестче где-то списать подкорректировать потом и не надо бояться подкорректировать для Humanity где-то проступает фон неба фон я заранее не готовил это с прошлого с прошлой картинки просто остался у меня цвет такой я его тряпкой размазал цвет неба зависит от сюжета который вы выберете у меня просто такой получился так она светлым попробую сделать фиолетовым здесь как бы такой принцип что я вот моделирую наружную поверхность край облака верхней там нижней середина серединку я пытаюсь оставить как бы намекая что просвечивается облако ну чтобы объединить тоже добавлю сюда серого записываю и оставляю здесь как бы яркие просветы одно облако находит на второе это придаст глубину толщину где-то барашки раздувает ветром у нас получается размазано и немного тут как бы получается ближе к закату еще солнце светит ярко но уже розовит дальше я взял кисточку потоньше цвет вот этот серый цвет я его разбелил еще и буду обозначать верхний край как бы освещенные места ну допустим солнце у нас отсюда идет и у нас как бы будут освещаться вот верхние части облаков я не повторяю контур и опять же произвольно где-то вот я его обозначил где-то упустил и нижней нижнюю часть вписываю в толщу а отсюда а ashamed кон не только верхний край, но и середину, показывает, что она у нас объемная, толстая. Так, а на это мы берем сиреневым. Фиолето-сиреневым темным. Мы также произвольно начинаем формировать что-то какие-то. Где-то жестче, где-то послабее. В произвольной форме. Давайте здесь покажем. Я умышленно оставил здесь место, чтобы можно было показать дальнего плана облака. Чтобы создать перспективу какую-то. Одно облако на одно наслаивается. Создает этот эффект, как будто освещение облака сзади. И светится как бы изнутри. Можно немножко сгладить. Вот совсем мягкая кисточка, синтетика. Мазочки немножко притушить. Прямо легко самым кончиком он беру. Вытираю обтряпочку и так же поступаю и со вторым. Где-то вырвется, где-то спишется. Как-то так. Дальше. Это еще не все. Так. Беру вот эту розовую краску. И еще раз по вот этим барашкам пройдусь. Еще высветлю его. Не только край. И не забываем про середину тоже. Так. 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 вытираем кисточку, потому что подхватываем краску серую. а нам нужно здесь яркий цвет. Давайте немного покажем облака дальнего плана. Здесь они меньше и будут иметь горизонтальные. Но вообще-то начинать надо было с них. Ну, мы просто покажем, что они могут быть тут. Тем более, какой-то будет сюжет. Может быть, это же не одно обоко. будет, наверное, здесь и, ну, может быть, вода, лес, там, строения какие-нибудь. Это все дополнит и обогатит. Давайте сделаем так. И так же самые кромки осветим. Придаст как бы глубину, глубину картин. Так. Пока так оставим. Так. Для чего же нам нужна была неаполитанская желтая? А вот мы сейчас самые яркие места обозначим ей. Белая слишком жесткая краска, поэтому я мало ей пользуюсь. Для таких вещей. Ну, здесь даже можно как бы дать подсохнуть немного и по-сухому пройтись. У нас еще больше кромочка засветится. Так. 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 На вторых облаках можно сделать то же самое. Свет как бы попадает на внутреннюю часть облака, пробивается и какие-то участки освещает. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте покажем, что здесь тоже попало. На дальнем плане дальние облака осветились. Давайте покажем, как будто у нас это... Какая-то водная, морской пейзаж. В воде у нас отразилось небо. Ну, это уже дополнение. Основную задачу, я думаю, мы решили. Пишите, смотрите ролики. И буду делиться с вами различными техническими приемами. Надеюсь, что вам это пригодится. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...